Здравствуйте, с вами Нина Колпакова и сегодня мы будем знакомиться с учителем информатики и математики Одинцовской лингвистической гимназии Шкулёвой Марии Вячеславной. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здравствуй, Нина. Скажите, пожалуйста, когда вы точно определились с выбором своей профессии? Ты знаешь, это было ещё в детстве. Сначала я любила играть с куклами, как и все, наверное, да? Посадить плюшевых мишек, кукол, раздать им листочек бумажки, написать за них работу какую-нибудь самостоятельную, собрать, проверить и поставить оценки в журнал. Так долго скучно было играть, поэтому я стала играть со своими младшими братьями, которым нужно было идти в школу. Мне было тогда лет 9, им лет 5. Я их учила читать. У нас была магнитная доска, я брала мел и писала на них примеры. Они считали, я собирала у них листочки. Учила их и проверяла. Естественно, с оценками в журнал. Это такое любимое мероприятие, естественно, поставить оценочку. Складывать слога, читать. Мне всё это очень нравилось. И когда я заканчивала 11 класс, встал вопрос, в какой вуз подавать документы. У меня был вариант поступить в Бамунское высшее образовательное учреждение. Но что-то тормозило вот именно поехать, подать туда документы. И мама посоветовала мне пойти в пединститут, как и сделали это мои подруги. Но мои подруги выбрали другие специальности. Учитель географии. Другая подруга моя Юля, она работает сейчас в Одинцовской школе в Дубках. Она учитель физики. Но физику я, конечно, любила, но не так, как математику. Я любила очень математику, а в частности геометрию, потому что у меня была замечательная учительница. С 5 по 11 класс она была нашим классным руководителем. Это Шишкова Людмила Николаевна. Она сейчас работает в 12 школе. Мы встречались недавно на встрече выпускников. Мы её все любили. У нас, помимо моих подруг, есть ещё две учительницы из нашего 11-го Б класса. Я очень благодарна ей за все те знания, которые она нам дала. Я очень любила эту математику, геометрию. Я даже решала её в свободное время. Я брала учебник с Канави и прорешивала эти примеры. И сейчас, что я люблю, открыть какую-нибудь новую книжку, выбрать интересную задачу и просто её решить. Я могу на досуге открыть, сдам я сайт или решу ЕГЭМ по математике или по информатике и просто решить оттуда какую-нибудь интересную задачу. Вот такую любовь именно к математике и, так сказать, поиск новых знаний нам привил, мне конкретно и нам, моим подругам, которые сейчас работают учителями в Одинцовских школах, привила вот именно моя классная руководительница. Именно поэтому я стала учителем математики и информатики. А где вы начали свою профессиональную карьеру? После того, как я закончила институт, я пошла в школу не сразу. Я один год поработала в других местах и поняла, что всё-таки это не моё. И я пошла в самую лучшую, я считаю, тогда школу, это шестой лицей. Если честно, я всегда мечтала там учиться, потому что я ходила на олимпиады по математике, а почему-то они проводились, ну, по крайней мере, когда я ходила. Не буду говорить, что я каждый год ходила. Когда я ходила, они проводили в шестом лицее, и мне он очень нравился. И когда я пришла работать туда в далёком 2005 году, я была прям, знаете, как будто сбилась моя мечта детства. Ну, не училась, так хоть и работать. Он тогда всё-таки, мне кажется, был лучшим в Одинцовском районе. Но не всё же время ему быть лучшим. Построилась гимназия Одинцовская лингвистическая, да? АГИ, круглая тогда школа. Когда она открылась, я тогда была в декрете вторым ребёнком, сынок Костик. Я вышла, а моя коллега Ольга Рудольфовна уже перешла в эту гимназию. Я тоже хотела к ней. Мы с ней давно работали в шестой школе. Я хотела тоже сюда прийти. Открылась вакансия, и через два года после того, как я вышла из декрета, она меня позвала. Честно, думала только о том, как сказать об этом в шестой школе. Не думала, переходить или нет ни секунду, потому что с детьми, которые здесь учатся, я встречалась на различных конкурсах районных. И мне, по отзывам Ольги Рудольфовны, мне очень хотелось здесь поработать. И вот в 2013 году вместе с дочкой, которая пошла в первый класс, мы перешли сюда, о чём ни капли не жалею. Хотя шестую школу до сих пор вспоминаю, конечно, с любовью учителей. Иногда просматриваю их инстаграм и соцсети. Все замечательные, школа замечательная, но теперь моё сердце принадлежит Одинцовской лингвистической гимназии. Как Вы думаете, какие качества являются главными в ученике? В ученике самое главное качество для меня – это честность, правдивость. В свете того, что сейчас так доступны интернет-ресурсы, которые содержат ответы на очень многие вопросы, и те вопросы, которые учитель задал, проработать ученику дома, самостоятельно. Мне кажется, это обесценивает всю значимость урока, процесса учебного. Он должен решать это сам, а открыв, списать всё это. Мне это очень не симпатично. Мне лучше, чтобы он пришёл ко мне, ученик, и спросил, как это сделать, чем открыть сайт и списать оттуда готовое решение. Лучше подойти к учителю и спросить, как это сделать. Я всегда открыта для этих вопросов и всегда прошу учеников об этом. И, к сожалению, всё равно сталкиваемся со списыванием. Всё-таки учителей информатики сложно обмануть на списывании. Я сама знаю, где всё это найти, и каждый раз я говорю об этом ребятам, что гораздо ценнее, что вы сами попробовали. Не получилось. Подошли и спросили. Даже если не у меня. Пусть это будет вопрос. Не списать домашнее задание, а спросить. Мне кажется, мало кто бы отказал в помощи. Мария Вячеславовна, вы сказали, что у вас двое детей. Скажите, а как они относятся к тому, что вы много времени удивляете работе? Мой муж и мои дети очень рады, что у них мама учительница. Особенно это нравится моей дочери, потому что она со мной в школе. И сыну уже начинает нравиться, потому что он ходит на подготовку. Когда он приходит в школу, кабинет мамы, он тут зайдёт, попишет на доске, расставит мне стулья, протрёт парт. Ему всё это очень нравится. Он в предвкушении, когда через год он пойдёт в школу. Ну и, естественно, ему же нравится это, потому что я при деле, при детях. Всё у него складывается. Мы приезжаем вместе. Всё помогает мне и приготовить и ужин, и сделать с детьми уроки, потому что понимает, что я уже устаю от этих уроков. С уроками у меня помогает муж детям. И, в принципе, мне кажется, это очень хорошая профессия. И когда у тебя маленькие дети, и когда у тебя муж, семья, да, и я очень довольна, что так у меня складывается жизнь, что я вижу, как растут мои дети, что я могу контролировать их учебный процесс. Так что вот, все рады, все довольны. И муж, и дети. Скажите, а чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Есть ли у вас какие-то хобби? До недавнего времени, конечно, всё моё свободное время занимали дети, когда они были маленькие. Но сейчас у нас с мужем новое хобби. Мы купили этим летом участок. И всё наше свободное время мы сейчас всей семьёй посвящаем ему. Мы ездим в садовые центры, выбираем деревья. Мы уже посадили ёлки, плодовые деревья, кустарники. Мы в выходные летом сажали траву. У нас заброшен участок в деревне, и мы его обрабатываем. Нам это очень нравится. Мы не ожидали сами от себя такого, потому что в детстве у нас ни у кого не было дачи. И вот у нас появилось, и нам так всё интересно. Мы с детьми, дети тоже увлеклись нашим занятием. Сажаем цветочки, выбираем цвет дома. Мы его уже покрасили. Построили небольшой домик, покрасили его. Качели, мангал. У нас всё лето заняло обустройство участка. И я думаю, это ещё будет не один год. И нам это всё нравится. И сейчас зима. Мы туда, правда, ездили на выходные. И много снега. И скучаем мы по нему, по нашему участку. И сейчас зимой мы выбираем, какую мебель мы поставим в наш небольшой домик. Что мы посадим ещё на участок. Какой бассейн мы себе купим. Беседку какую поставим. Как дорожки проложить. Вот примерно это занимает всё наше время. И все наши мысли. Свободные от работы время. Большое вам спасибо, Мария Вячеславовна, за такое интересное интервью. И в заключение нашей беседы я бы вас хотела спросить. Есть ли у вас какие-то пожелания для своих учеников? Конечно, я им всем желаю здоровья. Здоровье – это самое главное. Я им желаю отличных успехов в учёбе. Побед на различных конкурсах, олимпиадах. Ведь они все такие молодцы. Ведь все стараются. И мы стараемся, чтобы им было интересно. Чтобы они всегда помнили, что мы их любим, ждём и ценим. И надеемся на них. Спасибо тебе, Нина, тоже за такие интересные вопросы. За возможность поговорить. Спасибо вам. И до свидания. Спасибо. Спасибо.